Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа подробностей. В преддверии Дня студента мы пригласили в гости главу молодежной администрации города Рязани Артёма Никитина. Здравствуйте, Артём! Здравствуйте! Попросим рассказать вам о тех мероприятиях, которые планируется провести 25 января в нашем городе. В этом году уже традиционно 25 января около Политехнического университета состоится крупный праздник. Он будет городской праздник. Примут участие все наши рязанские вузы и СУЗы. Будут небольшие такие команды, сделанные среди активных студентов. Будут множество интерактивных площадок, станций, разных соревнований. Они будут бегать, все баллы зарабатывать. И в дальнейшем уже тот, кто победит, получит главный приз. Какой приз пока останется небольшим секретом. Также будут организованы небольшие фотозоны около университета. И, само собой, горячий чай, пирожки для понятия настроения, хорошая молодежная музыка. И, главное, настрой и наши социально активные студенты. А скажите, почему именно Политехнический университет выбран как площадка, основная для масштабного праздника? В этом году МАМИ, нашему Рязанскому политеху, больше 60 лет. Поэтому вполне логично, вполне своевременно то, что проводится именно на базе их университета. Насколько я понимаю, вот такой централизованный праздник для всех студентов, собирающих ребят из всех вузов и СУЗов, проводится не так давно у нас в городе. В основном каждый вуз проводил свои праздники. А теперь вот такое масштабное мероприятие. В связи с чем решили так централизовать и как давно? Мне кажется, это логично, потому что, когда мы объединяем студентов всех вузов, это уже говорит о том, что мы едины, да, мы вместе. Поэтому в позапрошлом году впервые прошло все на площадке Рязанского медуниверситета, в прошлом году РГУ, потому что 100 лет, и в этом году это уже МАМИ. Считаю то, что это очень правильно, очень логично, потому что нужно все вместе активно участвовать в общественной жизни нашего города, вместе эти праздники отмечать. Все ждут целый год этого праздника, чтобы собраться вместе на одной площадке и вместе, скажем так, пройти участие в этой такой вот спортивной игре. А почему решили, что игра будет именно спортивной, не интеллектуальная, например? Кто выступил сценаристом этой игры? Кто занимается организацией? Традиционно уже, да, при поддержке проводится все Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта, само собой. А почему именно спортивная? Там будут и интеллектуальные, также станции. Будут станции связаны тогда с какими-то, такими более игровыми вещами, но все будет в энергичном таком движении, все будут бегать, все будут прыгать, поэтому, конечно, больше связано со спортом. И тем более сам ректор МАМИ, он тоже спортсмен у нас, поэтому, мне кажется, вполне логично. — Команды от ВУЗов и СУЗов заранее готовятся, они знают, что им предстоит, или будет сюрприз? И есть ли вообще команда, или любой желающий может принять участие в этом? — Есть команда, есть команда от ВУЗов и от СУЗов, как я уже сказал, да. Они частично знают, что их ждет формат самой игры. Очень много них остается в тайне. Они до сих пор не знают, какие будут станции, какие будут у них задания, но в целом, кто же участвовал в прошлом году, понимают, что их ждет в принципе. Я думаю, что они смогут подготовиться и представить полноценно свой ВУЗ. — А вот смотрите, День студента имеет уже не просто многолетнюю историю, и из года в год празднуются ребятами с одинаковым размахом. Между тем студенты наверняка развиваются. Как вы думаете, чем нынешний студент отличается вообще от студентов десятилетия назад? Чем живет современный студент? Знаете, мне кажется, что студенты сейчас понимают, что их много, все они достаточно умные, все они знают какой-то набор дисциплин и предметов. И они понимают, что они хотят быть лучшими, хотят быть первыми. И студент, мне кажется, современный, он пытается развиваться чуть-чуть на стороне дополнительно. У кого-то это спорт, у кого-то общественная деятельность, у кого-то это наука. А сейчас, я думаю, осталось очень мало студентов, которые приходят в университет до утром, и оттуда выходят после окончания занятий. Сейчас, мне кажется, такого уже нет. Они приходят утром, учатся до 3-4 пары, потом остаются и занимаются какой-то общественной деятельностью. Очень много студентов, уже учась в институте, начинают задумываться о своей дальнейшей деятельности и так или иначе продумывать свое род занятие и устраиваться на работу, понимая, да, то, что нужно как-то развиваться. Когда сегодня студент выпускается из вуза, он, кроме знаний, там, да, от своих преподавателей, еще получает уже какой-то опыт определенный. Опыт в общественной деятельности, опыт в науке, опыт в работе. И это правильно. Сегодня студенты стремятся к саморазвитию, стремятся быть лучшими. Это очень главное. Возвращаясь к празднику, помимо площадки у политеха, будут ли еще где-то в городе проходить торжества? Я думаю, то, что в каждом вузе пройдут небольшие праздники, будут награждать самых активных студентов, потому что в каждом вузе есть гордиться, там, да, кому, кем гордиться. Но плюсом к тому, какие-то площадки в СУЗах тоже пройдут, но главная площадка, где будут праздновать все наши студенты, она будет около политеха нашего рязанского. Традиционно наверняка наградят каких-то, да, лучших студентов? Ну, вирус. Каждый вуз, это, мне кажется, кладезь талантов, это клад талантливой, активной молодежи. Я думаю, то, что в любом случае будут поощрять этих студентов. Вы сами являетесь студентом. Как Вы празднуете этот день? Помимо основного торжества, на котором Вы обязаны присутствовать, как дальше сложится Ваш праздник? Соберемся с моей группой, с моими друзьями, посидим в каком-нибудь хорошем, тихом, уютном месте, вспомним, чем был ознаменован предыдущий год, предыдущий семестр, вспомним веселые истории, когда мы сдавали сессию, обсудим то, что будет в следующем семестре. Ну, у всех, мне кажется, есть в группе, в вузе, какие-то вещи, которые хочется обсуждать, которые хочется вспоминать, какие-то приятные моменты. То же самое, я думаю, будет и у нас с моими друзьями в группе. И также, я думаю, то, что сходим, потанцуем, отдохнем, повеселимся. Все-таки студенты, они все активные, все веселые, куда без этого тоже нужно понимать. А как Вы вообще думаете, почему этот праздник настолько масштабный, и с таким размахом его ежегодно празднуют ребята всей страны, не только нашего города? Мне кажется, что с каждым годом студенты все более такие динамичные, все более такие активные, и поэтому им хочется все время какого-то веселья. Они целый семестр сидели на парах за партами, учили философию, историю, другие дисциплины. И вот настал их праздник профессиональный. Разумеется, хочется его отметить, хочется пообщаться с своими коллегами, друзьями из других вузов. И есть возможность, есть площадка, на которой это можно сделать. И поэтому, разумеется, они приходят забывать о своих проблемах. Кто-то забывает о долгах на сессии, которых не сдал. И могут полностью позволить себе отдохнуть непринужденно в атмосфере веселья, хорошей музыки, хорошей компании, самое главное. Между тем, в последние годы вообще наблюдается тенденция к тому, что Вы говорите о веселье, инициативности, динамичности современных студентов. Наблюдается тенденция к тому, чтобы даже праздники становились такими спортивными мероприятиями. Почему, как Вы думаете? Одно время, мне кажется, смогли приучить нашим молодежь то, что модно стало учиться, модно быть образованными, модно быть успешными. Сейчас стала идти тенденция, что очень модно быть здоровыми. Эта тенденция, это, так называемая, мода на спорт, это на самом деле идет. Проводится очень много спортивных мероприятий. Это стало уже таким целым, мне кажется, движением, целым форматом. Скоро внедряются нормы ГТО. В вузах все больше и больше проходит спортивных мероприятий. И это тоже очень важно. Сегодня мы видим очень много пропаганды спорта по телевидению. И вот это все такой общий формат, общая система развития спорта в регионе, в стране, она, мне кажется, и позволяет студентам сегодня увлекаться больше спортом. И, разумеется, нужно подстраиваться под настроение студентов, и поэтому очень много после времени мероприятий стало в таком формате спортивно проводиться. То есть это некая такая даже государственная политика, которая плавно становится национальной идеей объединяющей. Ну и, может быть, вы захотите поздравить своих коллег, студентов с праздником? Конечно, с удовольствием. Я желаю, чтобы у каждого в жизни были цели, чтобы каждый понимал, как к ним нужно идти, правильно вставила задача, чтобы у каждого студента сегодня были возможности и ресурсы для реализации, чтобы на пути было как можно меньше препятствий, что вас окружали близкие друзья и люди, которые готовы вам во всем помочь. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям главы младежной администрации города Рязани Артема Никитину. Студентам желаем весело отпраздновать. Всего доброго. Увидимся в следующих эфирах.